Объединиться со штатами призвал мусульманский мир Дональд Трамп. Какую коалицию он хочет создать и с чем бороться? Дмитрий Анопченко слышал главные месседжи. Машины прибывают одна за другой. На разговор с Дональдом Трампом собрались полсотни лидеров стран мусульманского мира. Вот Малайзия, вот Пакистан, вот Египет. Выступление перед ними задумывалось как заключительный аккорд визита в Саудовскую Аравию. Борьба с терроризмом была одной из главных тем. И американский президент постоянно повторял, что мусульманские страны должны нести это бремя с Соединенными Штатами. Каждый, кто собрался здесь, возьмет на себя честную долю и будет нести часть бремени. Вот эти слова Дональда Трампа, эти его месседжи, серьезный поворот в риторике Вашингтона. Потому что до этого американским президентам обычно писали текст о том, что Америка, как глобальный лидер, будет бороться с чем-то. Но ей нужна лишь моральная поддержка стран-партнеров. Еще одно кардинальное отличие. Трамп четко дал понять, при нем Соединенные Штаты не будут решать проблемы военным путем. И не советуют странам региона ждать, пока США решат их проблемы за них. Америка готова быть с вами во имя общих интересов и общей безопасности. Но нации не должны ждать, пока американская мощь сокрушит их врагов за них. Решите сами, какое будущее вы для себя хотите. Штаты не могут сделать этот выбор за вас. Разными словами Трамп говорил об этом снова и снова. Его страна не намерена больше примерять роль старшего брата или строгого судьи. И не будет диктовать странам региона свою волю. Как жить, что делать, как молиться. Эти месседжи похожи на те, что Вашингтон сейчас доносит и до партнеров в Европе. В частности, партнеров по НАТО. Ведь Соединенные Штаты не хотят больше финансировать альянс самостоятельно. Говорят о том, что каждый должен сам платить за свою безопасность. Дональд Трамп призвал к созданию глобального альянса наций против терроризма. И отойдя от официального, заранее написанного текста, сказал, что то, что происходит сейчас, это не конфликт цивилизаций. Это, образно говоря, борьба добра со злом. При этом он, похоже, искренне уверен, что за свой президентский срок сможет добиться конкретных результатов. Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль. Подробности телеканал Интер.